Всем привет, ребята! И сегодня мы будем смотреть две части научного разбора планеты динозавров от моего друга Андрея. Видимо, он решил взять инициативу ТЛД. Ну, ладно, смотрим. И да, кстати, Андрей, ты, можно сказать, украл идею у ТЛД, так как он уже делал на неё научный разбор. И ты даже более того делал реакцию на это видео. Нет, я тебя не ругаю, просто замечание сделал такое. Если спросить, какие мои любимые документальные динозавров мне нравятся, то я отвечу. А именно, планета динозавров. Я очень обожаю эту документалку. И за счёт её красивой графики крутых динозавров и многого чего другого. В общем, эта документалка для меня стоит на первом месте после прогулок с динозаврами и после революции и прогулок с чудовищами, а также доисторической планеты. А у меня как раз доисторическая мероприятия. А у меня на первом месте стоит доисторическая планета на пару с Amazing Dino World. Тоже есть ошибки, которых очень много. И давайте начнём научный разбор первой серии планеты динозавров. Хм, похожее вступление даже почти такое же было у меня, когда я делал научный разбор Amazing Dino World. Только мой разбор был как минимум оригинальным, так как на эту документалку никто, кроме меня, разбора не делал. Разве что Даниил на «Время гигантов». Но это был уже ремейк, который был переведён на русский, с французского. Но перед этим хочу вас предупредить. Данный ролик не призван оскорбить кого-либо. Всё, что сказано здесь, это личное мнение автора. И также авторы данной документалки... Послушайте моё обращение снова. Данный ролик не призван оскорбить вашу документалку. Дело в том, что здесь будут разговоры о тех ошибках, которые вы допустили во время производства. И также ещё, которые не должны быть в самом фильме. А мы начинаем. И первое здесь, в первой серии нам показывают уранозавра, который ошибок вроде бы никаких не получил. Но кроме одной. Это то, что, по сути, он не должен был быть в этой экосистеме. Так как здесь действие эпизода происходит во формации кем-кем. А уранозавр не жил в этой формации. Он жил на территории современного Нигера. Да, в Нигере, в формации Эль-Раз. Также здесь есть анхопристис. Анхопристис. У которого вроде бы никаких ошибок нет, но только одной. Анхопристис. Дело в том, что анхопристисы здесь показаны как потенциальная добыча спинозавра. Но нам говорят, что они могли плавать из пресных вод более в солёные воды. Хотя уже новые доказательства привели к тому, что анхопристис был больше пресноводным животным. Чем вот таким вот, как лососим. Да, это точно. Ругопс. Тут также и есть ругопс. И да, наконец-то мы пришли к плотоядным. По сути, у него тут две ошибки. А именно вот одна из них, это самая заметная. Самая заметная, это впадины. Да. В общем, тут опять же есть впадины, которых не должно было быть здесь. Спасибо хоть на том, что, ну... Не сделали ему длинные ноги и провоционные руки. И перья. И также ещё хочется отметить... И вторая ошибка, это то, что, по сути, ругопс тут тоже не должен быть в этой экосистеме со спинозавром. А должен также жить в современном нигере, как и у аннозавр. Теперь переходим к Кархарадонтазавру. Которого тут, может быть, и нет никаких ошибок, но опять же, у него тут... Опять впадины. Вот впадина в черепе, вот тут где-то. Ну, опять же, что... Эта ошибка связана не только с тем, что, на самом деле, ну, с тем, что их не должно быть. А на самом деле, Кархарадонтазавр, это был гиганатозаврит и носился к роду гиганатозавров. И также, и у него были такие приблазничные окна. У всех хищных терапонов... Также он здесь очень кроко орал. У всех динозавров, у травоядных и плотоядных, были такие окна в черепе. Но впадины в черепе делать им нежелательно. Хотя он не мог так орать. По сути, он должен... Как говорил кролик в Винни-Пухе. И незачем так орать. И давать звуки, как, ну, крокодил. Ну, как, впрочем, все динозавры. Также еще хочется сказать то, что... Он здесь опять уживается с уранозавром и другими животными из этого эпизода. Но он, по сути, не должен жить ни с уранозавром, ни с сарказухом и ни с хугобсом. Вот только со спинозавром. А спинозавре речь пойдет чуть позже. Теперь переходим к сарказуху. По сути, у него тут две ошибки. Опять же, он не должен жить в этой экосистеме вместе со спинозавром. И, во-вторых, здесь в документалке его называют крокодилом. Хотя, на самом деле, сарказух не был обычным крокодилом. Он был крокодилом-морфом. А если уж включить голову, то фолидозавритом. Да уж. Ладно. С сарказухом... И, наконец, перешли к спинозавру. Ну, и, наконец-то, переходим к спинозавру. По сути, у него ошибок здесь три. Ошибки здесь три. А именно вот. Смотрите. У него парус... Ой. Чу-то. Так. Господи. Короче, что-то у тебя не так получается. У него парус полукруглой формы. Хотя в... Хотя по-настоящему он был у него вот таким. Так, подождите. Ну да, примерно таким. Ну, вот так вот. В общем, он был капецевидный. И напоминал форму двух горбов. Но подобное открытие было предъявлено еще в 2014 году. В 2014 году. А металка об этом не знала. Также еще у него вот. Проблема с хвостом. Так как на самом деле у него хвост был не полукруглой формы, а как у укря. Или как у... По-другому... Как мне ясно. Как у крокодила. Ну, давайте покажу. Ну, вот, в общем, такой должен быть у него хвост. Также... Так, подождите. Тогда уже не три ошибки, а целых четыре. И просто дело в том, что они... Вернее, даже пять. ...сгибаются у него, как у других тераподов, сгибаются... Сгибаются руки. А еще... Впадины в черепе и бипедальность. То есть он должен ходить еще на двух ногах. Но... Стоит отметить, что большинство терапод... Я вижу, что они не сгибают конечности вниз. Они сгибают только на себя. Как у человека. Хотя... Мы все знаем, что у динозавров такой особенности не было. И что на самом деле пальцы они сгибать не могли. Также еще у него есть и... Также в упадины в черепе. Вот тут. Вот. Вот тут. Ну и все. Больше ошибок здесь я не нашел. И поэтому, если вам понравилось видео, то ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Если вы хотите еще научный разбор второй серии, то ставьте лайки. Всем пока! А сейчас мы перейдем уже ко второй части. Вторая часть. Посмотрим, какая она. Извините, что там долго не было второй части. Дело в том, что мне пришлось... Мне пришлось каждый раз переделывать. Так как ее блокировали за нарушение абстрактных врагов. Или я иногда бы забывал сценарий. И... Ну что ж. Давайте начнем научный разбор второго эпизода о планете динозавров под названием... Затерянный мир. Начнем с Эпидексиптерикса. И вот бы как... Эпидексиптерикс. У него достаточно такое сложное название, но я его выговариваю достаточно легко. У него ошибок никаких нету, но вот единственное это... Опять фазины. И вот тут между глазницей. Хотя этих фазин, опять же, не должно. Так как они, ну как бы якобы нужны для того, чтобы смягчить череп. Точнее то, что в нем есть. А не быть так, как будто это кожа натянута на череп. Ну ладно, с Эпидексом мы разобрались. А теперь переходим к следующему животному. Теперь переходим мы к Синраптру. По сути, ну... И ошибки. Первое, опять же, это впадины. Вот тут. Тут. И вот тут где-то. И так же еще хочется добавить то, что Аберат... Синраптор и Эпидексиктерикс не сосуществовали вместе. Так как Синраптор жил 160 миллионов лет назад. Ну, в поздней Юре. А Эпидексиктерикс жил в средней Юре, но 164 миллиона лет назад. Ну, в принципе, и то, и то средняя Юра, но промежуток довольно-таки большой. И то, и то средний Юрский период, но Синраптор дожил немножко попозже, чем Эпидексиктерикс. Плюс еще они все к моменту события эпизода вымерли. Поскольку в этом эпизоде действие происходит 154 миллиона лет назад. А не в районе 160. Синраптора здесь быть не должно. Поэтому переходим дальше. Заура Арнитаидос. Или Заура Арнитаид. У него тут есть, опять же, впадины в черепе. Везде впадины, короче. Также он вот здесь покрыт пухом. Хотя, по сути, у него на лапах, вот здесь, вот на передних, могли быть полноценные крылья. Ну, я имею в виду полноценные перья. Авераптар. Теперь переходим к Авераптару. Вор Яиц, как переводится его название. Я говорю, что Авераптар здесь, у Авераптара здесь нет гребня. Хотя, я прекрасно вижу, что... Ой, подождите. Господи. Почему? Вот тут у него гребень на клюве есть. Вот, где-то вот здесь, на носу. Хотя, наверное, может быть, я где-то его и не замечу. Не замечаю. Ребят, может, напишите в комментариях, где он? У него гребень вот здесь, на клюве. Ну, а я заметила, тут еще вот какую ошибку здесь. Авераптар, он действительно какой-то слишком худой. Хотя, у него должно быть здесь пузо. Нормальный. Он не должен... Нормальный. Авераптар был такой, на самом деле. Он не худой. Он должен быть таким худым. Вот почему его сделали вот таким маленьким, но одновременно и худым? По сути, должен быть чуть-чуть потолще. Потолще. Ладно. Переходим дальше. А теперь к микрораптору. Микрораптор. Один из самых маленьких сназов. Во-первых, у него тут есть две ошибки. Во-первых, опять в пазины. В пазины в чайке. Сколько можно? И вот тут еще где-то... Ну, в общем, вот они в пазины, но... И, опять же, их в пазин быть не должно. Еще обратите внимание на цвет его меха. Четыре его перья входят. Можно сказать то, что по сути, у него... Он должен был быть полностью черный, как вором. То есть, как ворона. Но находка была... На мой взгляд, самая правдоподобная реконструкция микрораптора была представлена в компьютерной игре Prehistoric Kingdom. То есть, доисторическое королевство. Сталина еще в другом году. А сериал вышел на... Еще после... До этой находки. Так что, это простительная ошибка. И последний здесь динозавр он сегодня. Это синернитозавр. Опять же, у него такие же ошибки, как у микрораптора. Но вторая ошибка связана уже не с перьевым покровом. Опять же, впадина в черепе. Вот тут. Вот с левой стороны. Где-то еще у глазницы. Ну и все. Но еще есть ошибка о том, что... Возможно, синернитозавр... Говорят, что здесь синернитозавр был ядовитым. Хотя, как говорил раньше, зелаз Дино... Возможно, синернитозавр не был ядовитым. Это открытие было ошибочным. И многие думали, что это синернитозавр. Но на самом деле, это был не синернитозавр. А эти зубы принадлежали скорее какому-то другому дину. Нет, это именно синернитозавр был. Но просто неизвестно, был ли он ядовитым. Эта гипотеза основывается на... Частично сохранившемся черепе. Который исследовали в 2010 году. Однако, через некоторое время специалисты представили переоценку. Где представили, что подобные желобки на зубах Были обычным явлением среди терапод. Да и я, возможно, так... Да и я так же подумал почему-то, Что... Что, наверное, эти зубы все-таки Обычные явления среди терапод его размеров. Динозавру. Ну что ж... Больше ошибок во втором эпизоде я не нашел. Но если где-то я пропустил, то напишите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки, Подписываться на канал и... Пишать комментарии. Нажимать на колокольчик, хотя он не нужен. И все, пока. Следующий, кстати, научный... Следующий научный разбор... Разбор про планеты динозавров в течение следующего эпизода Именуется как... Последние убийцы. Ну, разбирать я его буду в следующий раз. А пока что... Всем пока. Пока, Андрюша. Через несколько часов выйдет реакция на... На следующие два научных разбора. А пока что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok